ну вот посмотрите 2 октября у нас с вами земляника сладкая это земляника из маленького парничка вот даже та которая такая розоватая она все равно очень сладкая вот я эту всю уже соберу вот она и можно покушать всем привет друзья приветствую вас на канале 5 соток меня по-прежнему зовут ирина как я уже сказала сегодня 2 октября вот мы приехали на дачу сегодня мы с вами будем садить чеснок и будем выкапывать гладиолусы покажу вам как я их выкапываю как я их сохраняю в течение зимы ну вот у нас тут остатки красоты это вот барбарисики вот видите когда они разрастутся они конечно тут будут еще красивее смотреться но за счет того что они будут большего размера вот даже посмотрите львиный зев еще пытается что-то там цвести вот ну капуста то она вообще говорят до самых морозов стоит цинирария тоже так ну давайте посмотрим еще что у нас в теплице посмотрите-ка хризантемка кстати очень даже хорошо смотрится несмотря на то что уже заморозки были вот не зря я хотела хризантемы так ну стахис он такой конечно не больно уже красивый даже вот спаржа уже вся пожелтела так ну заходим в теплицу и что мы тут видим тут у нас приросла горчица которую я села так ну все огурцы в общем все окончательно уже пожухли все мороз их достал даже в теплице все нечего тут больше ждать от них жалеть нечего маленький мой огурчик который этот садила вот он погиб к сожалению ну все ну ладно в принципе огурцов нынче было много вот хорошо они нас порадовали даже можно тут еще несколько огурчиков снять очень вкусный сладкий так на эту ботву я сейчас все уберу все я выкину на компост так вот обратите внимание зеленая грядка маленький укропчик чувствует себя хорошо редиска чувствует себя ой погодите это же мне не реки ска это же мне репа так ну репа не знаю да наверное нам же конечно не успеет а большой укроп замерз все большой укроп замерз так вот эту редиску ее нужно все уже выдергать посмотрите она уже тут переросла все это нужно выдрать и забрать домой съесть так и дайкон дайкон вот он посмотрите что-то там выросло первый раз жизни сказала дайкон не знаю вообще что это такое с чем его едят не знаю вот но что-то у меня там какие-то корешочки немножко есть может быть даже удастся мне его попробовать так ну вот вот эта грядка вот это у меня предназначено для чеснока земля там очень рыхлая и все перекапывала вот сейчас туда будем сажать чеснок так вот здесь еще посмотрите какая-то мне редиска но она в цвет ушла смотрите какой красивый цвет у нее вот я скорее всего придется просто выбросить так календула красивая очень ну и вот вся у нас все цветы уже погибли нас турция вся погибла вот можно тут собрать семена как раз они уже закалились закаленные семена это все очень хорошо вот все эти у меня гладиолусы уже отцвели все можно их выкапывать вот с бархатцев тоже сниму семена чтоб не были свои чтоб потом не покупать и тоже их уже все выдергаю и выброшу посмотрите как до сих пор пытается цвести у меня петуния вот какая красотка просто красотка так ну розы розы мы оставляем до минус пяти до вот посмотрите даже этот бутончик постарался распуститься вот тут все уже померзла конечно померзла хоста даже замерзла уже так вот эти цветочки у нас осенние тут красоту нам создают щавель кстати можно еще сорвать в салат добавить так еще здесь у меня что это у меня кизильник кустарник который нынче посадила и вот здесь у меня еще снежная ягодник вот я его тоже нынче посадила вот все он у меня прирост все будет тут у меня расти так ну петунии все все у меня погибли лобелия чуть живая все это нужно уже убирать и выбрасывать но вот тут петуния что-то есть какие-то еще признаки у нее жизни но тоже уже так себе так ну вот посмотрите я пограбила грядку идеально ровно она мне сейчас получилось земля очень рыхлая вот и сейчас я возьму палочку ах да кстати посмотрите вот земляника которая не в парнике в открытом грунте она нисколько не уступает той что в парничке она даже лучше я бы сказала покраснела на более красные здесь ягоды вот а в парнике она такая как бы розоватая вот здесь ягод тоже много она тоже сладкая вот так вот такой сорт так но теперь возвращаемся к чесноку я беру вот такую палочку вот и начинаю расчерчивать полоски обычно первый ряд это у меня какие-то цветы бордюрные поэтому я ряд отступаю и черчу вот так вот первый ряд обратите внимание какая рыхлая почва просто вообще чеснок должен быть просто невероятно огромный такой почве ну вот сейчас все расчерчу и будем садить так ну вот значит все расчерчено вот мой чесночок очень хороший такой крупные такие дольки у меня получились вот так ну и каким образом я его буду садить то есть начинаем естественно сначала грядки и вот так вот ну наверное сантиметра на 3 я его в почву углубляю вот ну и потом просто сравнивать буду с землей так поскольку у меня крупные головки то ну где-то сантиметров наверное через 10 вот так вот я его посажу так сейчас посмотрю сколько у меня влезет вообще в ряд если по 10 сантиметров садить так ну вот раз два три 4 5 5 штучек в ряд у меня влезло и сейчас вот я вот так вот уже ровненько по этим чесночинкам по первому ряду вот так вот и пойду его сажать вот вся грядка у меня ровненькая по ширине поэтому ничего этом не прибавлять не убавлять не буду у меня все должно быть ровненько здесь грядку я готовила как раз примерно наверное за две недели до посадки то есть ну как раз где-то две недели у меня пришло вот то есть у меня почва уже не совсем такая прям рыхлая она конечно очень рыхлая вы это сами видите вот но внизу она уже немножко так под уплотнилась вот в такой немножко уплотненной почве чеснок будет чувствовать себя лучше и лучше потом весной взойдет так ну вот сейчас таким образом я всю грядку буду засаживать так ну вот чеснок посажен весь на всей грядке и теперь я просто беру и вот так вот сравниваю поверхность никаких тут горок не делаю просто вот так вот взяла сравняла но немножко прихлопнула все сейчас так пройдусь по всей грядке так ну все моя идеальная грядка для чеснока готова надеюсь что чеснок вырастет хороший и порадует меня так а теперь мы приступим к гладиолусам что я хочу сказать самое главное это не выдергивать гладиолусы просто так то есть вот некоторые берут и вот так вот тянут их во первых мы помним что мы их садили на глубину 5-6 луковиц то есть это где-то примерно 10 сантиметров пока мы будем тянуть луковица может повредиться поэтому мы так не делаем как правильно убирать гладиолусы то есть мы берем вот лопату ну вот у нас первый гладиолус да сейчас это я тоже все тут уберу вот у нас первый гладиолус немножко отступаем от луковицы вдруг она там очень большая мы ее повредим вот и поглубже как можно глубже вот так вот вставляем лопату вот и теперь уже можно вытаскивать вот мы ее вытащили вот она наша луковица теперь мы достаем очищаем от земли обрезаем вот и тут мы можем вторую тоже вытащить вот видите тут наросло много деток этих деток тоже можно собрать вот и на будущий год посадить из них вырастут большие луковицы вот в общем таким образом мы выкапываем гладиолусы ну вот такие гладиолусы у меня получились как видите их обрезаю с хвостиком сантиметров наверное 6-7 вот пока они грязные но я их не мою не чищу вот так вот их оставляю не у меня сохнут а потом их просто отряхну вот и они будут уже чистенькими вот и оставила всего три деточки четыре которые покрупнее потому что те которые совсем мелкие не у меня потом все равно не вырастают теряются я лучше куплю в магазине готовые луковички если мне захочется новые сорта или больше гладиолусов вот так все маленькие я выбросила вот так же я убрала все огурцы и так вот на крупную перекопала землю в парнике добавила осеннее удобрение вот корни огурцов оставила сорняки все постаралась убрать вот такая вот сейчас тут крупные перекопки земля получилась но весной все равно все это буду снова перекапывать она вот у меня такая же пышная как под чесноком так но это горчица что еще не буду делать если не буду делать ничего наверное вот но во первых она еще не вся взошла вот вы можете видеть что там некоторые семечки только проклевываются вот есть она мне до холодов успеет подрасти еще и будет прям уже таким большим растением то тогда я ее перекопаю ну или просто подрублю вот так плоскорезом фокина подрублю ее чтобы она у меня совсем тут в деревья то не превратилась вот ну а так оставляю вот как есть спасибо всем кто досмотрел ролик до конца спасибо вам за лайки за комментарии обязательно подписывайтесь на канал будет еще очень много всего интересного всем пока пока